Поиск Первая и, пожалуй, основная пасхалка фильма – это отдельная сюжетная линия, которая разворачивается на заднем плане с начала и до конца фильма. Заметили ли вы ее? Пока Дэвид пытается найти свою дочь Марго, мир столкнулся с инопланетным вторжением. Нет, я не шучу. На протяжении всего фильма, на различных диванах, на различных диванах. В самом начале фильма на сайте ABC можно заметить заголовок новости о том, как НАСА обнаружила некую электромагнитную аномалию. Далее в фильме можно заметить, что первой в тренде Фейсбука становится тема «Аномалия в небе». На Юкасте один из популярных хэштегов носит название «Зеленые огни». Когда находят машину Марго в озере, хэштег «Найти Марго» в Твиттере становится первым в тренде, однако пост на него популярность набирает хэштег «Зеленые огни». На сайте ABC появляется новость о том, что экс-директор НАСА подвергается мнению слухи о внеземной форме жизни. Затем появляется заголовок новости о сотруднике НАСА, совершившем самоубийство. И, наконец, к концу фильма можно заметить новость о том, что НАСА созывает экстренное собрание в Белом доме. Так что да, похоже, во вселенной фильма «Поиск» произошло инопланетное вторжение. Я, правда, так и не поняла, это просто шутка от создателей фильма, так как они оставили очень много шуточных намеков и отсылок, которые мы разберем чуть позже. Или же это намек на следующий проект Бекмамбетова. «Поиск» снят в формате Screen Life. Это авторский формат киноповествования, разработанное кинокомпанией Тимура Бекмамбетова, когда действия фильма полностью разворачиваются на экранах девайсов. «Поиск» не первый такой фильм Бекмамбетова. До этого вышли хоррор «Убрать из друзей» и комедия «Днюха». Похоже, продюсер хочет попробовать выпустить фильмы разных жанров в формате Screen Life. Недавно, например, он обещал снять фильм в этом формате по сюжету покойного каосстанского фигуриста Дениса Тена. Талантливый молодой человек хотел дебютировать с мелодрамой, сюжет которой посвящен отношениям глухой девушки и немого парня. После известия о смерти фигуриста Бекмамбетов пообщал воплотить в жизнь идею Дениса. В общем, уже есть триллер, хоррор, комедия, планируется мелодрама, так что не удивлюсь, если вскоре режиссер и продюсер возьмется за фантастику и выпустит фильм об инопланетном вторжении в формате Screen Life. Наш главный герой Дэвид Ким явно борется с депрессией после смерти жены. В его браузере всплывает реклама антидепрессанта под названием Ziplar. И как мы знаем, рекламы в нашем браузере формируются согласно запросам, то есть Дэвид либо искал в интернете, как бороться с депрессией, либо хотел найти подходящий антидепрессант. Депрессия, однако, не помешала главному герою попытаться наладить свою личную жизнь после смерти супруги. В его сообщениях можно заметить некую Ханну Коуч. В начале фильма она отправляет ему сообщение с текстом «Хей, Дэвид, я бы еще раз пропустила по стаканчику, если ты свободен». То есть они уже встречались как минимум один раз. Естественно, когда Марго исчезла, Дэвид не мог думать о новой подруге, и потому мы видим, что он направил ей сообщение с текстом «Сейчас неподходящее время». И наконец, после того, как было объявлено о том, что Марго убили, Ханна отправляет ему письмо по почте с текстом «Дэвид, мне очень и очень жаль, я только что услышала новости». В финале фильма Розмари Вик признается, что ее сын Роберт давно влюблен в Марго, но на это были множество подсказок чуть ли не самых первых кадров. В начале фильма нам показывают, как Марго впервые зарегистрировалась на Фейсбуке. Тут же можно увидеть, что некий Робби Эбболт оставил комментарий на ее странице. Это и есть тот самый Роберт, сын Розмари. Когда Марго пропала и Дэвид осознал, что он вообще не знает никого из ее друзей, он ищет подсказки в компьютере своей жены Пэм. В общей группе контактов средней школы Марго он находит опять-таки Робби Эбболта. Пэм написала в его карточке, что его родители разведены и один из них работает в полиции. И самое важное, что Робби влюблен в Марго. Розмари Вик работает в полиции. В фильме мы ни разу не видели ее мужа, теперь понятно почему, она разведена, и становится понятно, почему у нее с сыном разные фамилии. На один из финальных твистов фильма о том, что Робби притворялся онлайн другим человеком, чтобы общаться с Марго, есть множество намеков. Подросток месяцами переписывался с Марго на юкасте под ником Fish and Chips. На английском языке есть специальный термин, чтобы описать таких людей. Catfish – тот, кто использует социальные сети, чтобы притворяться кем-то, кем не является на самом деле. Используя платформы в социальных сетях, он или она надевает чужую личину и вводит своих собеседников в заблуждение. На одном из кадров фильма можно заметить девиз школы Эверкрик, где учатся Марго и Роберт, который звучит как Home of the Catfish, можно перевести как Родина Catfish. Никнейм Роберта на юкасте Fish and Chips также намекает на то, что под личиной милой 20-летней официантки Ханны из Питтсбурга скрывается кто-то другой. Когда Дэвид ищет информацию о назначенном следователе, мы можем увидеть ее полное имя – Розмари Кларис Вик. Розмари – это отсылка к фильму «Ребенок Розмари». Кларис – это отсылка к персонажу агента ФБР Кларис Старлинг из фильма «Молчание ягнят». Вик – это отсылка к главному герою сериала «Щит» – жесткому и коррумпированному полицейскому по имени Вик Мекки. На обложке своей страницы в Facebook Розмари поместила цитату из книги Агаты Крести «Любовь матери к своему ребенку нельзя сравнить ни с чем в этом мире». Дальше эта цитата звучит так – «Она не признает законов и набожности, она осмеливается на все и сокрушает все на своем пути». Действительно, из-за своей любви к сыну Розмари нарушила множество законов и сокрушила все на своем пути, чтобы скрыть правду об исчезновении Марго Ким. В фильме мы узнаем, что в детстве Роберт собрал соседей по 25 долларов якобы на благотворительную акцию своей матери. Узнав об этом, Розмари подыграла сыну и скрыла правду. Похожая сумма всплывет в будущем. Марго переведет Роберту 25 сотен долларов, так как думала, что матери ее подруги нужно дорогостоящее лечение от лимфомы. Когда Роберт под ником Fish and Chips впервые начинает диалог с Марго на ее касте, он спрашивает, какой у нее любимый покемон. Она отвечает, что это Юкси, так как он может стереть память тех, кто заглянул ему в глаза. Разумеется, это потому, что Марго до сих пор не может справиться с потерей матери. Но интереснее в этом стриме на ее касте то, что Роберт говорит, что его любимый покемон это Киклеон. Любопытно, что Киклеон это хамелеон. Он может менять цвета своего тела по собственному желанию, чтобы гармонировать с окружающей средой. Похоже, можно сказать, и о Роберте. Влюбленный мальчик притворялся онлайн другим человеком, чтобы влиться в доверие к Марго. Пару раз Розмари чуть не выдала себя Дэвиду. Когда Дэвид в сердцах говорит Розмари, что его дочь ведет себя как совсем другой человек, Розмари прерывает разговор со словами «Погодите, у меня появилась мысль». В следующий раз, когда она перезванивает ему, то показывает фальшивое водительское удостоверение с фотографией Марго, но с другим именем, и выдает Дэвиду версию о том, что Марго хотела сбежать и жить под другим именем. Она была одна. Бессмыслица какая-то. Это не похоже на мою дочь. Она ведет себя как совсем другой человек. Погодите, погодите, у меня появилась мысль. Позже, когда Дэвид позвонил ей среди ночи, чтобы сообщить о своей находке на озере, она была слишком взволнована и много раз повторила, что уже едет. А когда услышала вой сирен, с неподдельным испугом спрашивает «Вы позвонили в полицию?» В тот момент она испугалась, что правда сплыла наружу, и ей с сыном грозит разоблачение. Я немедленно выезжаю к вам. Роберт, ложись спать, дорогой, хорошо? Так, сохраняйте спокойствие, ладно? Мы вместе во всем разберем. О, Боже. Вы позвонили в полицию? Я еду, я сейчас буду. Режиссер фильма, Аниш Чаганти, большой фанат режиссера М. Найт Шьямалана. Его имя можно заметить в тренде фейсбука. Когда Дэвид обнаружит фотографию Марго, одиноко обедающую в столовой школы, мы видим, что остальные подростки, которых отметили на этом фото, все носят имена и фамилии персонажей из различных фильмов М. Найт Шьямалана. Дэвид и Одри Данны из фильма «Неуязвимы». Айви Уокер из «Таинственного леса». Лин Сиэр из «Шестого чувства». И, наконец, Бо Хэс из «Знаков». Также в сообщениях Дэвида можно заметить некую Мэри Косту, и последнее сообщение в переписке с ней гласит «Это новый фильм Шьямалана». У фильма «Поиск» были два монтажера, и они заслужили отдельную похвалу. Монтаж фильма занял у них больше полутора лет. В фильме есть небольшая шутка на эту тему. Одна из новостных ссылок носит название «Разыскивается голливудский продюсер за убийство монтажера». Первым в тренде Юкаста в категории «Фильмы» находится пользователь под ником «Аниш815». Режиссера фильма зовут Аниш Чаганти. В финале фильма можно заметить имя продюсера Тимура Бекмамбетова в списке друзей Марго. Одно из рекомендованных Дэвиду видео на Ютюбе носит название «Как узнать, если ваш ребенок курит марихуану». Забавная деталь, учитывая, что к середине фильма Дэвид узнает, что его дочь курила травку вместе со своим дядей. В самом начале фильма на сайте ABC можно заметить новость о неком туристе, попавшем в ловушку в горах на 9 дней, но тем не менее сумевшем выжить. Разумеется, это предвосхищение финала фильма, когда Марго оказалась в ловушке в ущелье на 5 дней, но все же сумела выжить благодаря тому, что в один из этих 5 дней был сильный дождь. Вот такие вот дела, друзья. Это были 15 пасхалок, отсылок и скрытых деталей из фильма «Поиск». Понравился ли вам новый проект Бекмамбетова? Нравится ли вам такой киноформат, как Screen Life? Какие интересные намеки заметили вы при просмотре фильма? Пишите свое мнение в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить еще больше подобных видеоразборок новинок кинопроката. Всем спасибо за просмотр, особая благодарность патронам канала, имена которых вы видите на экране, за поддержку моего канала на patreon.com. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok